Значит так, малая, хочешь, чтобы мы жили дружно, тебе нужно соблюдать несколько правил. Всем привет! Говорят, если поставить лайк и подписаться же, конечно, на мой канал, то это лето будет самым классным. Проверим. Ну а также не забывайте подписываться на мои социальные сети. Лайк, тикток и инстаграм. Ну и меньше разговоров, поехали смотреть видос. Мда. Вот и настал рай. Да-да, вы не ослышались. Больше я не ною, как меня все бесит. Хотя меня бесит, но не все. Ведь самое главное, что раздражало меня все эти дни, исчезло. Нет, я не про маму. А она продолжала выносить на мозг. Я постоянно думала, интересно, как отец терпит ее крики. Так вот, про что я? Про то, что школа закончилась. И теперь я могу делать, что хочу. Так, доча, в комнате уберись. Грязно. Дышится прям тяжело. Окно открой, проветри. Ну, не совсем, что хочу. Но все равно, из-за карантина гулять особо нельзя. Но ведь мне и не хотелось. Ведь все, о чем я мечтаю, это просто выспаться. Поваляться нифига не делая. Легла, вот она, сбывается. Не прилетел мяч в голову. Это, наверное, малой. Хотя его же бабуля забрала на месяц. Повернула голову и остолбенела. Стояла она. Младшая. Сестра. Смотрите, моя маленькая. Доча, тут Света заболела. Там что-то с желудком у нее. Поэтому Анечка некоторое время побудет у нас. Ты рада? Сейчас начнется то, что я не хочу слышать. Пожалуйста, замолчи. Пожалуйста, нет, нет. Поиглай со мной. Мда. Значит так, малая. Хочешь, чтобы мы жили дружно? Тебе нужно соблюдать несколько правил. Итак, первое правило. О, единолог. Ты не должна. Не трогай. Не трогай его. Стоять. Пап, ты опять прячешь свою буху... Свою газировку в моем единороге? Сколько можно? Я же тебя просила. А можно сполосить? Можно? Подожди, я занята. Сколько можно прятать это в моем единороге? Ну блин, это очень сложно. Да что? Я, кажется, нарушила первый пункт. Блин, ну почему я должна сидеть с ней? Почему я не могу провести каникулы так, как я хочу? Я посадила малую. Начала я читать книжку брата. А ты, ребят, так и скажи, что если она купит эти туфли, то я засуну их ей в ж... Ой. Ребятишки. В общем, я пошла. Мне надо быстренько сходить кое-куда. Молодцы, книжку читают. Молодцы. Я еду. Не помню, сколько я читала книжку, но малая уснула. В принципе, меня это устраивает. Ведь я тоже планировала поспать. Я проснулась. Класс. Вот это я выспалась. Вспомнила о самом важном. Я же не жрала. Так, стоп. Чего-то не хватает. Есть не Егора Крида. А где малая? Отец тоже спал. Дверь была открыта. Она ушла. Я выбежала из подъезда. Ее нигде не было. Я искала везде. Пошла домой. Малая сидела на диване. Я спросила, где она была. Она сказала, чтобы я не ругалась. Она подзаработала деньжат. А мне кажется, мы с ней подружимся. Целых 10 тысяч класс. Я сказала, чтобы она ни маме, ни тете, ни папе не говорила. Отдала отцу долю, чтобы молчал. Я сказала, круто, у нее талант. 10 тысяч за раз, что она продала. Малая сказала, твой телефон. Класс, твой телефон. Мой телефон? Она продала айфон за 10 тысяч. Наверное, настало время, когда нужно взять ремень и пойти повешаться. Ну, Оля. Я Оля. Я хочу посмотреть юб-туб. На чем? Ты же продала мой телефон. За 10 тысяч. Хотя, можно посмотреть на ноутбуке. Так, стоп. А где он? Я его тоже продала. Так, пора учить ребенка жизни. Пока она не продала нас всех. Я начала рассказывать с Азов. Что плохо, а что хорошо. Малая сказала, что хочет жрать. Сразу видно, что мы родственники. В холодильнике ничего не было. Мамы дома тоже. Капец, я дала ей майонез. Малая сказала, что не будет. Захотела ныть. Сказала, чтобы она не ныла. Я что-нибудь приготовлю. Взяла кастрюлю. Насыпала макароны. Вроде ничего не забыла. Ждали час. Ждали два. Я забыла налить воду, тупая. Ждали еще час. Почему не закипает? Малая сказала, что не включила плиту. Я сказала, может, ты еще и приготовишь? Малая приготовила гречку. А эта малая не такая уж и малая. Я не отравлюсь. Да ладно, я шучу. Пахнет вкусно. Слушай, ты меня прям удивила, правда. Рассказывай, а что ты еще умеешь делать? Ну, я еще видос умею снимать. У меня на ютубе, на канале 300 тысяч подписчиков. Так это же мой шанс. Сниму с ней коллаборацию. И мой канал из пяти человек пойдет в гору. Мы снимали очень долго на мой канал. Ноль просмотров. Тогда мы решили снять в ТикТок и лайк. Все комментарии положительные. Но они были про малую. А вот и про меня. Она двигается. Как бревно. Я сказала, что нужно в ее возрасте сидеть поменьше в соцсетях вообще-то. Ну, а дальше она перешла черту. Она порвала Брайна. Поставила в рамку какого-то другого блогера. И съела всю мою нутеллу. Нужно от нее избавиться. Я привела ее в магазин. Оставила там. Пришла домой. Малая уже была дома. Я решила хоть маленько пусть поспит. Налила снотворного. Почему-то она не уснула. Уснул отец. Я сматерилась. Малая повторила. Я сказала, не надо этого говорить. Малая снова повторила. Мне конец от мамы. Ты такой красивый. Ты прям настоящий принц. Она так и не поняла. Ой, ребятишки, перезвоню. У меня хорошие новости. Тетя Света сегодня с больницы вечером выписывают. Все хорошо, все обошлось. Класс. И Малая уедет. Нет. Она попросила Анечку оставить у нас на месяцок. У них там ремонтные работы какие-то в квартире. Уя, 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 уя. Уйди, господи, чудо, не ребенок. Пи***ц. Ситуация. Так себе. Эй, подожди, ведь еще не все. А вот и долгожданный конкурс. Ну что, найдем ошибку. Я думаю, вы ее уже нашли. Вы же у меня такие внимательные. Ну а вот комментарии по зрителям прошлого конкурса. Я поздравляю вас. Ну а также спасибо вам большое за просмотр и пока. Ситуация. Так себе. Ситуация. Так себе. Ау.